Приготовить обед, накрыть на стол, проверить уроки. Семье Аминовых скучать не приходится. Они воспитывают пятерых детей. Из них двое родных, троих оформили в опекунство. Как говорит многодетная мама Альфия Аминова, о большой и дружной семье она мечтала с самого детства. У меня две старшие сестры, у нас разница большая. Мне было одной всегда скучно. Хотелось, чтобы всегда были родные, с кем можно было поиграть. В общем, хотелось, чтобы было нас много. Видимо, детские мечты сбываются, и семья стала большой. А началась история семьи 12 лет назад, когда молодые поженились. Через год после свадьбы в семье родился первенец Тимур. Как говорит Альфия, тогда она и подумать не могла, что спустя несколько лет их семья в одночасье станет многодетной. Пять лет назад родные племянники Альфии остались сиротами. И тогда семейная пара, не раздумывая, решила оформить над детьми опекунство. На тот момент самому старшему из детей было 17. Средней Карине 16. Младшему Арсену 11 лет. Мы планировали второго ребёнка, как раз, когда оформляли опеку. Второй ребёнок у нас родился как раз, когда забрали детей. Из одного у нас практически сразу стало пять детей. Выбора как такового не стояло в принципе. Отдать детей в детский дом или забрать себе – в этом нет выбора. Застать семью Аминовых в полном составе – большая редкость. Папа работает по вахте. Самые старшие, Равиль и Карина, студенты. Молодые люди учатся в Уфе. Домой приезжают только на каникулы. Ещё два мальчика Арсена Тимур учатся в школе. Младший Давид ходит в детский сад. Ребята у нас дружные. По крайней мере, при ней они никогда не ругаются. Иногда только бывает, слышу шёпотом между собой разговаривать, думаю, наверное, они там что-то разбираются. Вечерами, когда младшие собираются вместе, они играют, рисуют, смотрят телевизор и всегда стараются помочь маме по дому. Как говорит Альфия, у каждого свои обязанности. Мою посуду, мою полы. Иногда готовлю. С платьями посижу. Когда они приезжают, мы играем. Позанимаемся. Подделки делаем. Главное – налаженный ритм. И ответственность детей больше. Они знают, во сколько встать, уйти. С утра проблем не встает, что они там проспят. Могу спокойно уйти на работу. Есть у Аминовых и свои традиции. За ужином семья обязательно собирается за одним столом. В такой спокойной и уютной обстановке они делятся впечатлениями, обсуждают новости. Наша съемочная группа поинтересовалась, есть ли в дальнейших планах семьи пополнение. Планировали. У нас свои кровные два мальчика. И также с приемными у нас получается в основном одни мальчики. Хотелось бы, конечно, девочку. Как говорит Альфия, большие семьи – самые счастливые. Потому что в них родители и дети поддерживают теплые отношения и заботятся друг о друге. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.